Сообщество реконструкторов у нас в третьей студии. Итоги фестиваля Кубок Динамо 2018. О котором мы говорили несколько предыдущих программ. Наконец этот фестиваль состоялся. И о том, как все было для тех, кто не дошел, не доехал, не смог, не дорос, может быть, еще. Пропустил. Пропустил, да. Нам расскажут Наталья Шестакова, организатор чемпионата мира Кубок Динамо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Киселюс, многократный чемпион мира по историческому средневековым боям, член сбора на Российской Федерации по историческому средневековому бою, организатор чемпионата Кубок Динамо и основатель Лиги средневековых боев WMFC. Да, и член группы WMFC, боец Кирилл Артищев. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, краткие итоги. Для начала, кто самый крутой оказался по результатам фестиваля? Ну, самые крутые, конечно же, организаторы, потому что выжили. Вот. Не могу этого не упомянуть. Валитесь, потому что вы это заслужили, колоссальная работа была проделана, так что не сдерживайтесь. Да, мы выжили и, главное, не сошли с ума. Некоторые даже у нас организаторы умудряются и организовывать и драться. То есть, хорошо, и это не на рабочем месте. Ну, правда, а если говорить об участниках, то какая команда покрыла себя бессмертной славой? Другими командами. У нас огромное количество было команд, прямо рекордная, можно сказать, 46 команд. В том году было 32, в этом 46, это примерно 600-700 бойцов, девушки были. То есть, мы собрали гигантскую географию, так сложно сказать, что вот эти ребята молодцы, эти нет, все ребята молодцы. В основном, конечно, первенство всегда за Россией, все призовые места разделила Россия. Очень интересный союз был, если я не ошибаюсь, Англия и Белоруссия. Было интересно наблюдать за... Это была смешанная команда, в смысле, они... Да? Они выставили команду 12, 12 человек, из них было половина белорусы, половина, соответственно, англичане. Очень серьезно выступили, практически наступали на пятки России и так далее. А вы с ними столкнулись в прямом поединке? В каком смысле? В итоге? Как организатор. Кирилл, ты по административной части был или все-таки удалось поучаствовать? Нет, в этом году не удалось, к сожалению, в административной части. А как ты, знаешь, когда ты смотришь на это с трибуны, вот сейчас вот те бойцы, которые сейчас на ресталище, вот как ты их оцениваешь, как это бывало? Вот в наше-то время были богатыри, а сейчас... Или наоборот, вот уровень бойцов? Нет, на самом деле уровень очень сильно вырос, если так можно судить. Очень сильно поднялся уровень, значит, доспешности их, то есть в том, в чем они выходят драться, с чем они выходят драться. То есть качество, да? Да, намного все выросло. То есть вот в сравнении, допустим, с 10-м годом, с 12-м, с 15-м, все очень сильно идет вверх. А что значит качество? Вот поясните в данном случае. То есть историческая верность... Историчнее, красивее, прочнее, что? Во-первых, да, действительно, все это выглядит намного более исторично, в силу чего? В силу того, что повысился ценз допуска на ресталище. То есть, грубо говоря, на человека смотрят и говорят ему, что ты в рванье, непонятно в чем, тебе нельзя выходить. А-а-а, дресс-код появился? Конечно, да. В этом году у нас очень жестко с этим были какие-то цензы определенные. Целую команду даже не допустили, испанцы приехали. Да, да, у них было, сейчас скажу, не сомневаюсь, у них было 4 шлема, которые... Испанских рыцарей! Идальго! На фейс-контроле завернули. И да, они очень оперативно решили этот вопрос. А, решили? Все-таки, да? Да. Переоделись. Хорошо, в чистое. Отжали у других рыцарей, что как это можно? Вроде того, да. Хорошо. Ну а все, а уровень схватки, уровень вообще мастерства, насколько он может вообще повыситься? Есть ли какая-то динамика? Он поделся очень значительно. Почему? Потому что, во-первых, ну это те же самые люди, грубо говоря, которые выходят в том году, в позапрошлом и так далее. То есть несколько лет подряд. Поэтому, если человек занимается одним и тем же очень долгое время, у него так или иначе растет его уровень. Ну, соответственно, если он добивается каких-то результатов и на собой растет. Поэтому можно сказать о том, что это и их личное достоинство, значит, достижение. И командное, поскольку это сработанность команд между собой, бойцов между собой, соответственно, в одной команде. Поэтому очень сильно уровень вырос. А значит ли это, что теперь как бы цена вопроса вхождения вот в эту топ-элиту, если раньше, ну там, условно говоря, 20 лет назад, 15 лет назад, достаточно было вот прийти в клуб, позаниматься, и вот ты уже участник фестиваля Кубок Динамо. А вот теперь для того, чтобы надо еще долго-долго биться, еще не факт, что попадешь. Стоит понимать, что Кубок Динамо – это не просто фестиваль. То есть это определенный, я не знаю, как это сказать правильно, толкающий к чемпионату мира, грубо говоря. Очень серьезный уровень спортсменов туда собирается. Да, конечно, туда это годы подготовки. Да, в принципе, само по себе обладание Кубком – это уже большая, скажем так, слава и награда. То есть это уже большой показатель. Мы знаем вас уже несколько лет, и если бы мы начали тогда, мы бы еще проскочили, а сейчас уже поздно, да? Сейчас есть шанс. Есть еще? Если бы есть. Всегда можно… Спасибо. Орехов, если бы мы начали тогда, мы бы уже были и рыцарями, и байкерами, и поэтами, и юристами. Но, вы знаете, это как-то странно, что у нас мужской разговор, а между тем, у нас прекрасные дамы. Хотела спросить у вас, Наталья, скажите, вот мальчикам, конечно, это же все так интересно, бои, рыцари и все прочее. А вот для девушек как со стороны наблюдать было? Хотелось ринуться в бой? Ну, у нас бои были, как сказать, тоже, и у организаторов, и у девочек, которые тоже дерутся, потому что бои шли не только в мужских номинациях, но и в женских. А поэтому бои бывают разные. Поэтому было интересно и болеть за своих, и смотреть, как девочки тоже дерутся. Наталья, а вот, знаете как, рыцарский бой, он всегда за прекрасную даму, ну, где-то в конечном итоге задаст женщина женщине. А нет, это вопрос мужской, на самом деле, за что бьются женщины? За правду, за красоту и за, наверное, в какой-то степени за своих мужчин тоже, почему нет. Это современно, это хорошо. Слушайте, насколько женщины за своих мужчин могут вообще разозлиться, выйти из себя? Одна участница, у нее рост примерно 2 метра. Она может, наверное, убить себя. Она физически может мужчину поднять, так что это не шутка. Она может взять, выбрать себе любого, да. Она так и делает. А мужчина у нее, какого роста тогда? Я думаю, любого, никакой не сможет. Это не имеет значения. Это же не имеет значения. Она просто не спрашивает, действительно. Кто не успел убежать, кто-то. Кто-то герой, да. Хорошо. Если, Наташа, я не знаю, наверное, все-таки вопрос вам задам. А там, смотри, мне всегда интересовало вот вокруг, вот то, что вокруг ресталища происходит. Потому что, да, действительно, тут схватка, тут бой, тут зрелище, тут спорт. Но всегда у вас много мероприятий вокруг. Там, я не знаю, танцы, ремесленники. Конечно. Да, вот в этот раз что было? И что самое, на ваш взгляд, яркое из того, что было вокруг ресталища? Ну, во-первых, у нас была совершенно новая площадка. Благодаря тому, что Тесла обладает некой такой возможностью трансформера, да, как кубик-рубик, мы смогли воплотить максимальное количество идей. И интересных для всех возрастов и для любого пола. То есть как и для семьи, так и для детишек, все время что-то было интересное. Мы действительно делаем различные интерактивы, различные интересные шоу-моменты. Потому что, если, например, 12 часов нон-стопом смотреть на бои, это любой человек устанет. Поэтому в этом году у нас смогли посмотреть и турнир по силовому экстриму, и наши партнеры, друзья, музей оружия привезли огнестрельное оружие. Вот там были фотографии, когда рыцари с автоматами. Да, да, рыцари тоже очень. Была выставка, была фототочка, можно было узнать много всего интересного, пофотографироваться, естественно. В этих доспехах можно было? И в доспехах можно было пофотографироваться и с автоматом, и в доспехе с автоматом. То есть как бы было интересно. Вы, наверное, подумали, что у нас новая номинация. Да, да. Встречай на автоматах, но нет. Ну, мы об этом подумаем, да, я думаю, будет тоже интересно. А, такой, да, пейтбол в полном снаряжении? Нет, вам не хватает лучников, конечно, чтобы была совсем уж такая... Или был интерактив с арбалетами, почему? А-а-а. Да, был интерактив с арбалетами, потому что это тоже очень интересно. И что, можно было пострелять в кого, во что? В мишень. Ну, входит до того, что детишки маленькие лет пяти стреляли по мишеням. Да, 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 было детские, да, лучные. А чем они там стреляют? Присосками или стрелами? Это гуманизаторы, просто, ну, там, естественно, они не острые, не заточенные, но действительно настоящие. А вот эти всякие штучки, вот эти средневековые, клевые, которые всегда у вас продаются, вот эти кованые, кожаные, вот это вот, было это все? Конечно, у нас кузнец был, который чинил доспехи, между прочим, нон-стопом, он помогал ребятам, когда после сражения они приходили с какими-то поломками, и это очень нравилось публике, смотреть, как вживую действительно кузнецы чинят доспех того или иного рыцаря. Все же думают, что это как-то само по себе происходит, заживает, магия какая-то. А как он его чинит, доспехи? Просто не совсем визуально представляет. Там был огонь. В зависимости от детали, что надо вправить, что нужно поставить на место, то есть, ну и как давние времена, так же все было. К счастью, сейчас можно без огня починить, но в то же время молоток. То есть, молотком попитаем. Ну и болгарка есть. Там много инструментов, в зависимости от повреждения. А доспехи из чего делаются, из какой-то? Лигированная сталь? Или что это? Или это алюминий? Жесть, что это? 65Г вам что-то скажет? Мне скажет, да. Но это углеродистая сталь, да? Как вы могли догадаться? Вообще, много разных сплавов. Там есть от мягкой, там СТ-1, по-моему. Есть СТ-4. Ну самый простой, нет, но вопрос такой, а ржавеющая или нержавейка? Вот из чего делают сейчас? Знаете, материалы совершенно разные. Передать поколение сталь, это чего можно? Кто-то делает из мягкой стали, кто-то из твердой, кто-то из нержавейки, кто-то из титана. Слушайте, а как вот... Много разных вариаций, как можно сделать. У кого какой бюджет, скажем. Ну а защита, она же зависит от качества стали. Если человека там вот этой огромной алебардой, а он в мягкой стали, но она не настолько мягкая. Вы знаете, это прям вот целая наука. Иногда лучше мягкая сталь, потому что она проминается и гасит таким образом удар. Каленая сталь иногда лучше держит удар, иногда она легче, то есть она чаще всего легче, потому что им можно сделать тоньше. Таким образом, боец больше двигается, а значит меньше получает. Вот, но, например, можно перекалить, и при ударе сталь треснет. То есть это вот прям целая наука, нету такого грааля. Даже разные элементы доспеха делаются из разной стали. Вот шлема, например, исключено, делают только из мягкой, потому что удар в голову, то есть происходит вмятина, и часть инерции удара гасится. То есть от технической части очень многое зависит, и, соответственно, очень важно, какой у команды кузнец, например. Или у команды бюджета, а не кузнец. Как это называется вообще? Есть ли какая-то общекомандная тема, вот подбора этого снаряжения? Или каждый, кто во что гораст, кто на что спит индивидуально? Ну, то есть вот когда человек приходит, он ничего абсолютно не знает, смотрит какие-то картинки, источники, начинает копировать. Иногда у него получаются всякие чудовищные конструкции. Чудовищные. А потом по мере роста человек обращается к более профессиональным кузнецам. Рост, соответственно, вырастает, качество, внешний вид вырастает. И профессионализм, собственно, бойца таким образом увеличит и показывает. Иногда сразу можно на доспех посмотришь, и видно, ага, вот этот парень год занимается, вот этот 10 лет. Особенно по прикрытым местам. А, то есть... Понятно, уже получила разок. А мода, мода есть какая-нибудь на доспехе, то есть... О, а особенно среди женщин. Что вы имеете в виду? Ну, не знаю, может быть, мода какая-то, сегодня модно такая эпоха, сегодня такая, или, может быть, уже появляются какие-то дополнительные фишечки и украшения, которые присущи, ну, только уже, так сказать, историческим боям. То есть не шероглифы. Я могу ошибаться, конечно. Что-нибудь в этом роде с орнаментом. Я могу ошибаться, конечно, но, на мой взгляд, их нет. Поскольку есть два основных типа, то есть по которым подбирается доспех, это либо что-то легкое, либо что-то очень сильно защищающее. Как правило, пытаются найти какую-то золотую середину между этими двумя оппонентами. Ну, знаете, знаете, как кто-нибудь досмотрелся Толкина, решил, вот, хочу доспех а-ля эльфы. Знаете, вот такие вот штуки могут случаться. На это есть аутентичный контроль. А, то есть еще посмотрят. Уж слишком ты эльф, да? Не на эльфов, а на орков смотрят. Как правило, в Компрованье непонятно. Как испанцы. Как испанские орки. Слушай, подождите, что значит аутентичный контроль? Вы проверяете людей на соответствие реальным историческим темам? Конечно. То есть сказочные не проканают? Абсолютно. Там целая бригада за этим следит, чтобы вот сказочные никто не пролез. Но это по форме или, например, ну, не знаю, щиты тоже как-то должны были, как историческая раскраска? Или я могу уже что угодно рисовать? Есть максимальное соответствие истории. То есть этот щит, допустим, форма щита, форма оружия должна была существовать. Это должно быть чем-то подпишем. Ну, форма, а рисунок на нем? Вот я герб себе. Рисунок тоже. Есть целые гербы историчные. Иногда и бойцы забывают их нанести, но они об этом думают. Ну, конечно, гербовое нанесение каких-то гербов – это очень важно. То есть это представляет какой-то отсылка к какому-то периоду, к какому-то, я не знаю, графству, князю, отряду и так далее. Это очень важно. То есть из «Игры престолов» к вам не попадут? Да, не просочатся. Ну, это не совсем верно, поскольку в «Игре престолов» тоже присутствуют геральдические элементы. То есть какие-то грифоны, львы и так далее. Они же все стандартизированы. Собственно, у нас точно так же есть геральдист, который на это все смотрит. А, экспертиза. Вопрос, дай я один вопрос задам. Успешность, мы не сомневаемся, что это был целый праздник и успех, но сколько людей посетило фестиваль? Об успешности можно говорить просто вот в цифрах. Пришло практически в три раза больше людей, нежели в прошлый раз. Ну и сколько это количество? Вы довольны или у вас какой-то был там своя планка, вы считаете, что можно было еще больше? Конечно, мы всегда недовольны. Даже если в два раза больше придет, мы все равно будем. Михаил, и главное, это недовольны тобой, потому что ты не пришел. Мы смотрим. Да, вот, кстати, мы очень вас ждали, а вот так и не встретили. Все-то глазоньки проглядели. Я еще недостой. В следующем году он придет, я прослежу. Да почему в следующем? Не обязательно ждать следующего чемпионата мира. Можно попробовать. Мы обычно отслеживаем динамику, то есть смотрим, что пришло людей больше, интереса больше, главное смотрим, кто приходит. Чем больше людей приходит, скажем так, вне движения, тем мы больше радуемся каким-то лицам, посетителям. Слушайте, а мы как взрослые можем прийти и порубиться вначале на поролоновые мячы? На поролоновые мячы, вот так, безопасно. Попробовать. Вы знаете, вот этим поролоновым мячом можно легко вырубить человека, без шуток, абсолютно. Но прийти можно, да, и нужно. Это нужно иметь здоровку, то есть тренированность. А так в этом и смысл. Любой человек может прийти, абсолютно любой, который даже ни разу оружие в руках не держал. И, во-первых, побить по-другому человеку поролоновым, это будет безопасно, потому что есть система защитной экипировки. В том числе у нас есть реальное оружие, которым дерутся рыцари, гуманизированные, естественно, незаточенные. Да. Вот, и можно побить балду, то есть ощутить, каково это стальным оружием. То есть вы не говорите тупое оружие, вы говорите гуманизированное. У нас есть в аппаратный человек, который не понаслышке знает, что такое доспехи и удар клюшкой. Крепко. Игорь Борисович. Надо же, как ты, как завернул. У меня вот, че, ребята, у меня какая идея появилась, ну, как бы идея-вопрос. А раз уж это дело так развивается, вообще поговаривают в ваших кругах, все это может перейти вот в реальный профессиональный спорт и, например, стать частью Олимпийских игр. Или что-нибудь вот как-то вот так. Или как UFC, бои без правил, что-то в этом роде. Ну да, я почему задаю этот вопрос, почему? Вот мы смотрим отрывки, вот сейчас вот смотрели отрывки, но это безумно интересно и зрелищно. Но это как минимум зрелищно, да? Я не понимаю, а где это все, где телевидение, почему это не показывают, где прямые репортажи, где комментирование происходящего и так далее. Я понимаю, мы тут рассуждали по поводу проблемы, господи, как этот спорт называется, и что-то вылетел, ну, не шайбу, а вот эту... А, хоккейный асфальтинг, да. Кёрлинг, да. Ну, тяжело популяризировать кёрлинг, понимаете? А вот, тяжело его там комментировать. Он мало зрелищный, все говорят, а чего он так мало показывает по телевизору? Мало зрелищный. У вас-то какие проблемы? Почему я никогда еще этого не видел? То есть два вопроса. Может ли это стать официальным каким-то спортивным мероприятием, ну, боксами, олимпийскими играми? Может, какой-то другой вариант? Вот. И второе, почему до сих пор телеканалы и вообще масс-медиа это не освещают так, как, в принципе, по идее могли бы? Очень хороший, интересный вопрос. Я знаю, я всегда, у меня работа такая. Он готовился. Я готовился. Видно, профессионал своего дела. Отвечаю на поставленные вопросы. Что касается, возможно ли это станет каким-то видом спорта, ну, я тут, мы даже больше к этому философски относимся, потому что, ну, возможно, конечно же, все. Это вопрос приложения усилий. Другое дело, что это очень долгий путь. То есть каждый вид спорта проходит эту гигантскую длинную дорожку от того, что это не знает никто, до того, как это признается чем-то. Причем это может признаться в какой-то стране, на международном уровне, может стать олимпийским видом спорта. И тут еще очень важно много бюрократии. И мы сталкиваемся, то есть сидят люди, которые готовят тонны документов, продумывают, общаются, скажем так, с теми, кто это все утверждает, учреждает. Это гигантский сложный процесс большого количества людей. То есть надо сначала, я так понимаю, сначала зарегистрировать это официально, как вид спорта в спорте. Это прямо вот целая история. Ты приходишь, сидят такие дяденьки, которые говорят, а вы вообще кто? Мы говорим, что мы рыцари, мы деремся. Ага, по нам не видно. Никого не знаю, ничего не знаю. У нас таких 180 видов спорта. Все, идите дальше. Так вам надо, чтобы просто у вас тренировался кто-нибудь из чиновников. Вот и все. Жаманите его и не отпускайте. Была своя команда, чтобы Минтрудс, Минэкономразвитие мог сойти. Нет, но уверенно. Свой кузнец. Свой кузнец, да. А, да, здравоохранение или этим, образованием департамента. Конечно. Вопрос просто. Вы сами пытались, ну, хотя бы, пустить в интернет трансляцию, я не знаю, попытаться прокомментировать, ну, самостоятельно? У нас была трансляция, конечно. Более того, у нас каждый год идет трансляция, мы тщательно подбираем комментаторов. С комментаторами, да. Вот, собирает, ну, так, тысяч по 20 просмотров идет трансляция. Тысяч по 20 просмотров, я не понимаю. Я что-то не понимаю тогда, народ. Вот, обсудим, да, что значит тысяч по 20 просмотров. Ну, смотрите, для примера, вот сколько народу, ну, навскидку, может знать, что такое футбол, допустим. Очень много. Что такое бокс, что такое, там, не знаю, хоккей. Да. Очень много народу знает, очень много народу знает, где это посмотреть, не знаю, на Матч ТВ, допустим. Я сам это смотрю. Да. Вот что такое историческая реконструкция или там средневековые бои. Вот это называется, вот опять, вот на историческую реконструкцию, знаете, музеем попакивает. А в нашей стране не, ну, хотя говорят, растет интерес вот к музеям и так далее, но не настолько. Вот музеем, да. А вот историческое фехтование. Мы смотрим историческую реконструкцию. Нет. Как звучит, а? Когда историческое фехтование, я представляю себе два человека, Пушкин с Дантесом. А, да, а как вы сказали, подожди, побить балду? Побить балду. Мы даже позиционирование поменяли, то есть было историческое фехтование, а стало средневековый бой. А предлагай балду. Совершенно по-другому звучит. Вот балду. Надо с балды начинать. То есть вот она, вот эта цитата. Значит, бьем балду в 16.00. По-московскому не смотрим. А вы не думали прикрутиться к уже понятным, известным вещам, например, средневековые бои без правил? У вас же никто за это? Отлично. Бои без правил всем понятно. У нас есть правила. Ну, нет, 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 нет. Ну, просто ты, что делать, непонятно. Короче, хорош болтать. Все, болтать, все. Мы сегодня поболтали, это самое. Надо что-то придумать. Вообще, штука зрелищная, реальная, понятная, она должна жить. Почему это? У меня не складывается ничего в голове. Вот, 20 тысяч за прямую трансляцию. Ну, с ума сойти. У вас же там, небось, на чемпионате собираются людей гораздо больше. Но это как-то неправильно. Мы хотим, чтобы у вас были миллионы просмотров. Понимаете? Где звезды? Звезды рыцарей? Их не хватает. Их не хватает. Слушайте, их же не хватает. Рыцари ушли. Посмотрите, кто занимает место рыцарей. Знаете, на кого эти мальчики похожи? Мы вам можем показать. Они видели. Они видели. Мы, пожалуйста, воздержимся. Нет, так-то всякий. Вы же поймите, на вас человечество смотрит. Вы последний оплот. Мужиков. Ну и женщины тоже. Они же тоже забыли, ради кого эти ребята живут. Конечно. Надо что-то делать. Да, хорошо. А сейчас надо уже прощаться. Тем более, что у вас, извините за это выражение, отборные женщины, уникальные, неповторимые. Вот та женщина-боеца, о которой вы говорили, двухметровая, которая может взять любого мужчину и... Помидоров. Смотрю, по-моему, интересно. До столько ты не разбираешься в женщинах, достаточно посмотреть на Наталью. Он не женат, и у него 2,02. Я думаю, там, в принципе... Ну, это я ростом не имею в виду. Я не в смысле противопоставления, Григорий Борисович. Не надо противопоставлять. Пора. Пора. Тебе уже 78 лет. Надо решать этот вопрос. Дальше уже будет трудно. Итак, давайте решать этот вопрос, встречаться с новой слова. Ты не кричи. Значит, сейчас мы присутствовали при начале большой крепкой дружбы, как я надеюсь. То есть, в принципе, мы силами своего телевидения и нашими творческими дарованиями и опытами готовы влиться в ряды исторического фехтования, средневекового боя, для того, чтобы поднять его на недосягаемую, неимоверно заслуженную высоту. Как вы на это смотрите? Как великолепно будет смотреться ведущий на ринге, у которого из-под доспехов вот эти усы торчат. Я даже постараюсь как-то привести себя в форму, чтобы не сгибаться под массой доспехов и простоять ровно те три секунды, которые я могу чего-то объявить. Тебе и из тонкой стали дадут. Мы вам оруженосца специального выделим. А, чтобы поддерживал, да. Стоять и держать мяч. Хорошо. Все продумано. Дон Кихот и Сан Чапанцев. Отлично. Выезжают. Ну что ж, ну а сейчас все-таки время закончилось, а закончилось сегодня, но началось в нашей ближайшей перспективе. И у нас в гостях были. Да, Наталья Шестакова, организатор чемпионата мира Кубок Динамо. Андрей Киселюс, многократный чемпион мира по историческим средневековым боям, член сборной Российской Федерации по историческому средневековому бою, организатор чемпионата мира Кубок Динамо и основатель лиги, я сам скажу, средневековых боев WMFC. Да. И боец, член орггруппы WMFC. WMFC. Да. Кирилл Чищев. Отлично. Ну что, спасибо вам большое. Зажгли.